Садоводство великое зло, скажем так, и издевательство над растениями. Ну, есть такие мнения, есть такие мнения. Да, мы немножечко тут спариваем буллидога с носорогом. Тут все изрезали. Смотрите канал Европлант Лайв. Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайв. Сегодня у нас опять в гостях Евгения Магдыч, специалист по уходу за комнатными и садовыми растениями. Здравствуйте. Мы в прошлый раз съездили в магазин и посмотрели на ассортимент цитрусовых. Ну, все, конечно, очень красивое, что-то цветет, что-то с плодами, но и стоит достаточно прилично. Но мы решили сегодня посвятить нашу программу, передачу, наш сюжет и ролик, тому, как можно вырастить цитрусовые в домашних условиях при наличии подвоя. Подвоем мы называем растения семейства рутовые, цитрусовые, которые выросли у нас из косточки. То есть, очень многие пытаются из косточек мандарина, лимона, апельсина, грейпфрута, можно, воткнув их в землю, вырастить растение. И оно иногда вырастает и достаточно сильное, красивое, интересное, но не цветет, не плодоносит. И мы сейчас расскажем, как можно сделать его плодоносным, привив на него черенок. Мы очень долго ждем 10 и 15 лет, когда из семечки выросшие растение зацветет, и оно не зацветает и не дает плодов. Это связано с тем, что растения цветут, дикари, которые выращены из семян, цветут и плодоносят только на пятом-шестом порядке ветвления. То есть, вот это вот основной ствол, вот это будем считать. Первый порядок ветвления, от него пошла веточка, соответственно, от этого, от первого порядка ветвления пошла вторая, потом представили мысли на третью, четвертую, пятую, шестую, и вот где-то вот там вот у нас обычно образуются цветы и плоды на дикарях. И в комнатных условиях этого добиться очень тяжело, потому что это должно быть очень большое дерево. Плюс ко всему это растение нужно обязательно обрезать, прищипывать, потому что в противном случае оно стремится наверх. Вертикальные растут длинные побеги, а цвести и плодоносить растение не хочет. А когда мы растение прививаем, плоды, цветы и плоды уже образуются на втором-третьем порядке ветвления. То есть, из черенка культурного растения вырастает побег, через год-два на втором-третьем порядке ветвления уже появляются цветы и плоды. Поэтому, чтобы получить дома какой-то урожай цитрусовых, обязательно растение нужно прививать. Какое растение лучше всего вырастить как подвой? Самые лучшие подвои считаются лимоны, помело и грейпфруты. Для того, чтобы нам привить растение, оно должно быть уже довольно взрослое, то есть 3-5 лет растению должно быть. И стволик должен быть примерно толщиной с карандаш. Вот здесь вот толще, вот этот вот примерно стволик как карандаш, вот это вот минимальный стволик, на который хорошо приживается. Для того, чтобы привить культурное растение, вот эту вот всю крону, все, что нажито, так сказать, непосильным трудом, нам придется полностью обрезать и оставить только пенек. Многие люди, которые хотят изначально привить, соответственно, лимон, когда узнают, что им придется расстаться со всей кроной, часто отказываются и говорят, что нет, мы не готовы расстаться, нам лимоны не нужны, нам вот дорого вот это вот крупное дерево. Мы подождем еще лет 15, а там уже, может быть, начнется это ветвление. Да, 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 может начнется ветвление и плодоношение. Ну, ладно, мы решили все-таки исключительно ради научных целей и пользы нашего канала, я решил пожертвовать вот этим своим собственным мандарином. По-моему, ему года 4, он достаточно крепкий, жил в непростых условиях, прямо скажем, и мне кажется, что у него все в порядке. И с корневой системой, и с иммунитетом, и я думаю, что мы попробуем привить на него и мандарин, и лимон. Как вы на это сможете? Давайте попробуем. Давайте. Мы решили попробовать сделать две прививки, поэтому вот эту вот ветку мы не срезаем полностью, а тоже мы вырезаем всю вегетативную часть, пенечки, да, мы тоже аккуратно все вырезаем, чтобы они... И вот эту живую веточку тоже. Нам не мешали, да, живую веточку тоже. Крону можно, в принципе, выбросить, можно использовать для того, чтобы вегетативно размножить ваши цитрусовые, то есть можно просто нарезать черенки. И впоследствии можно будет тоже как подвою использовать. Их тоже можно будет использовать как подвою. Черенки для прививки мы берем с плодоносящего дерева. С одного растения часто можно срезать не более двух-трех черенков. Именно поэтому ботанический сад уже давно отказался от массовых примивок лимонов для населения. Они не могут обеспечить черенками всех желающих, не навредив своей коллекции цитрусовых. Лучшее время для прививки – это конец марта, середина апреля. Во-первых, нам нужно выбрать небольшой кусочек этого черенка, хорошо сформированный. То есть это обычно прирост прошлого года с хорошо сформировавшимися почками, листочками. Колючки, шипы, если есть, мы их отрезаем. Соответственно, также мы отрезаем все листочки. А черешки оставляем? Черешки оставляем. Если мы не для прививки готовим черенок, а для укоренения? Если мы готовим черенок для укоренения, то мы срезаем нижние листья полностью, не оставляя черенков. А верхние листья я могу просто показать на другом каком-то черенке. Часть черенка, которая будет под землей, она полностью должна быть очищена от листьев. А верхние листья мы вот так вот обрезаем где-то на половину или на две трети. После этого делается косой срез под почкой. И вот этот черенок мы сразу в горшочек с землей. То есть без всякой воды? Без всякой воды. И делаем что-то вроде микротеплицы. Чаще всего это берется бутылочка из-под воды, какая-нибудь литровая, срезается дно, ставится сверху шапочка и откручивается крышка, чтобы было небольшое проветривание. И через какое-то время черенки укореняются. Вы это поймете, что они приросли, начинают, соответственно, расти побеги молодые. И тоже через год-два это растение можно использовать для прививки. Все пользуются разными инструментами. Это могут быть специальные прививочные ножи опасные. Это могут быть вот такие вот прививочные ножи. Вы можете увидеть, что кто-то прививает с использованием медицинского скальпеля, делает, соответственно, надрезы. Можно использовать вот такой вот канцелярский нож, тоже остро отточенный. Самый простой канцелярский нож с резами, которые отламываются. Почему нельзя секаторами? Самый хороший срез, который делает секатор, это срез на 45 градусов. А нам нужен срез, гораздо более пологий угол и гораздо более длинный. Когда вы делаете вот этот вот срез на себя, вы просто лучше контролируете, что у вас происходит. Желательно вот этот вот срез делать в один прием, в одно движение. Если там вы можете сделать какое-то подстругивание, вот такое вот, то можно. Я видела, что прививочки делают разную, затачивают такой лопаточкой с двух сторон. Делают разные прививки. Они все имеют место быть, разные способы. Можно делать косой срез с одной стороны, можно, да, затачивать с двух сторон такой лопаточкой. Это все зависит от того, каким способом вы прививаете. То есть, когда мы затачиваем вот так вот, с одной стороны делаем срез, это способ за кору, которым я чаще всего прививаю и который у меня лучше всего приживается. То есть, со временем, когда вы начнете делать прививки, на самом деле ничего сложного. Самое главное не бояться и чаще всего это не бояться порезаться, когда вы делаете срез. Чтобы сделать прививку за кору, нам надо сначала проверить, хорошо ли отходит кора на побегах. Для этого нужно сделать продольный надрез и осторожно лопаточкой попробовать отделить кору от стволика. Если кора хорошо отходит, можно делать прививку. Мы вставляем наш черенок. Тут здесь вот мы внимательно смотрим, чтобы у нас совместились срезы. Мы это прижимаем, фиксируем обвязочным материалом. Выглядит все очень просто. Как-то ловко вы справились. И обвязочный материал, так понимаю, это кусочек перчатки. Обвязочный материал тоже может быть очень разный. Это может быть специализированный обвязочный материал, который можно купить в магазинах по питомниководству. Специальный. Кто-то использует изоленту, вот ту самую синюю изоленту. Кто-то использует небольшие кусочки полиэтилена вырезанные. Самое главное, чтобы он тянулся, а не рвался. Я в процессе своей практики пришла к выводу, что мне проще всего использовать нестерильные латексные перчатки. Я их режу вот на такие небольшие ленточки и использую их как обвязочный материал. Все срезы замазываем садовым баром. Это единственный, наверное, момент, когда вам действительно нужен садовый бар. Ну и то мы используем все равно его неправильно, не растапливаем, да? Да, мы его не растапливаем. Вот он у меня в отдельной баночке, вот этой вот как раз очень удобной лопаточкой. Я беру небольшое количество, его наношу на срез, как раз чтобы он не высыхал, не пересыхал. Замазываю все вот эти вот части открытые, где у нас прививка. Теперь нам нужно ее защитить, укрыть, чтобы она находилась во влажной среде. Чаще всего завязывается целлофановый пакетик вокруг нее, чтобы сохранялась влажность. Или опять же берется бутылка, срезается донышко, ставится сверху как парничок, откручивается крышка для проветривания. Прекрасно. Попробуем сделать это теперь на нашем привове. Давайте. С вашим подвоем. На вашем подвоем с моим привовем. Точно. Поэтому приступим. Давайте, Евгения, я ваши чуткие руки вручаю. Можно сказать, самое ценное, что у меня было. Надеюсь, что у нас все получится. Музыка. 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 Сегодня с помощью нашего эксперта Евгения мы привили на подвой мандарина, черенок мандарина и черенок лимона. Обычно делается одна прививка. Чаще всего, когда прививки две, приживается одна, мы попробуем сделать из две и посмотрим, что получится. котенок девочка удивительный гибрид вот у нас к сожалению только две ветки мы хотели привить еще помыла и грейпфрут но к сожалению у нас всего лишь две ветки посмотрим и смотрите канал евро plant life буквально через два года мы покажем вам какие замечательные фрукты выросли на нашем по двое спасибо евгения оставайтесь с нами пишите вопросы евгении она вам все расскажет всего доброго до свидания а